Здравствуйте! У меня уже некоторые из вас, наверное, будут знать к просмотру этого видео. Решила такое видео записать немножечко не про бизнес в целом-то, а не про бизнес. Нету здесь ни маркетинга, ни технических никаких моментов. Вот сижу, работаю, кофе пью. Работаю я в интернете. И очень часто меня спрашивают, почему я пришла работать именно в интернете. Насколько успешно я там работаю в этом интернете. И говорят, что это все неправда, что вы деньги зарабатываете в интернете. Это все развод. Это все лоховня. Что еще говорят? Это все пирамиды. Вы все врете. Такие просто миллионы людей в интернете сговорились вообще друг друга, которые не знают. И выкладывают видео, там показывают какие-то бэк-офисы. Они все врут вообще залпом. Такие вот все. Я не то, чтобы хочу какую-то иронию или я даже не знаю, какой-то сарказм. У меня просто вчера была годовщина свадьбы. 10 лет. Это, оказывается, розовая свадьба. В общем, и вчера так часто и много звучало фраза «А помнишь?» Как-то я так много всего вчера вспомнила. Я вспомнила, как до того, как я начала работать в интернете, я жила 5 лет на съемной квартире. И еще я вспомнила, как у меня уже был мой сын, один старший, и как у меня мужа забрали в армию. Я осталась одна, он уехал в другой город на год, я его не видела. Я осталась одна с ребенком на съемной квартире на нищенскую зарплату. Вот я что вспомнила. И я помню, какие у меня тогда были мысли, у меня был такой диссонанс, что как это я, такая молодец, да, вот я приготовилась, я так приготовилась к этому видео, что-то вот так резко. Это я, 2001 год, спортсменка. Комсомола не было, просто спортсменка. Спортом я занималась. Я после института, у родителей не было возможности заплатить за меня. Я не поступила в институт. Это такая была досада, что я после этого получила 3 высших образования. Вот 3 корки лежат в лице. Я прям вот я прям даже покажу, что это мои диссонансы. Кому-то же их надо подобрать, раз уж я их получила. Вот тут я вообще экономист с новички. Там на паузу можно нажать, наверное, посмотреть. Ну, в общем, дело-то не в этом, да, вот они. Если хотите, позвоните мне в личку, я вам продемонстрирую. А то пылятся на полке. Вот моя трудовая книжка. Недавно буквально смотрела, да, вот как бы у меня в этой трудовой книжке непрерывный педагогический стаж 16 лет. Ну, тоже моя. Я сейчас объясню, почему я это показываю. У меня вот есть такая папка. Этой папкой убить можно. Здесь мои медали, грамоты. Ну, жизнь моя, так скажем. Ну, много же. Медали, грамоты, реальные всякие достижения. Так вот, диссонанс, знаете, в чём заключался? Я не могла понять, как это я вот училась, да, вот у нас же система садик, школа, институт, работа. И ты, как бы, такой должен быть, типа, успешный, ты работаешь, я же не пью, я же не прогуливаю, я же всё хорошо делаю, я же стараюсь. Почему я так плохо живу? Почему мне ребёнка это нечем кормить? Почему мне жить негде? Почему? Просто в определённый момент в своей жизни я поняла, что я что-то делаю не так. Наступил такой момент. Я не знаю, в каком моменте времени сейчас вы находитесь, когда, может быть, смотрите это видео, может, вы его уже, конечно, выключили, оно такое не очень интересное. Вот. А у меня есть ответ на вопрос, что такое развод. Развод – это когда ты три высших образования получил, когда ты молодец, всё делаешь и получаешь такую зарплату, на которую ты не можешь ни жильё купить, ни продукты, ни путешествия. Ты ничего не можешь. Вот это развод. Это системный, продуманный, грандиозный развод. И ребята вас разводят. Вы думаете, что у вас вот в этом стереотипном мире, да, вот вы как лошадь с такими задвижками, вот вы думаете, что вы вот в этом стереотипном мире правы, я не думаю, что вы правы. Вот я думаю, что может любой человек одуматься и понять, что это не совсем нормально, что нас вот в эти рамочки загнали, и мы вот так все и живём. Вот я специально зашла на сайт. Ипотека. Она у каждого второго. Ипотека. Вот. Как будто бы ВТБ-24, хороший банк, рассчитайте вашу ипотеку. У меня первоначальный взнос здесь забито 375 тысяч рублей. Я как будто зарабатываю 24 тысячи 567 рублей. Я как будто бы хочу купить себе квартиру за 1 миллион 700, соответственно, банк мне предоставляет 1 миллион 500. Любезно предоставляет мне 1 миллион 500. Я беру на 30 лет, платёж в месяц составляет 14 тысяч 740 рублей. Ну там, с переводами, допустим, округлим до 15. Сейчас я вам расскажу, что такое лоховодство, развод. Я сейчас расскажу, что такое пирамида. Так вот, вы берёте на 30 лет 1 миллион 500 в чистом виде сегодня. Вы платите 30 лет 12 месяцев по 15 тысяч, переплата составляет 3 миллиона 900 тысяч рублей. Это прямо-таки нетрудно посчитать. А люди, работающие люди, нормальные люди, хорошие люди берут ипотеки, потому что они хотят рассчитываться хотя бы за своё жильё. Ну, конские, я могу другие сайты открыть, не сильно всё это дело отличается у них там, не сильно отличается. Вот. Таким образом, вот это же обман, это же используют население, просто они, когда ходят на работу, люди, они не могут думать, им некогда, они устают у них вот надо с работы прийти, детей всех привезти быстрее-быстрее там в какой-то надлежащий вид на следующий день самому, а дыбать там нужно переодеться, нужно постираться, погладить там, может как-то даже убраться и может даже где-то что-то сварить и как-то завтра побежать на работу сломя голову. Когда им думать-то? Они же на работу прибежали, у них там проблемы, там начальство, там коллеги, там суета, всё, вот так примерно. Вы так живёте. У меня один партнёр из интернета, он вообще, когда начинали люди гнать дуру по Казимуру, говорил, ой, ладно, всё, идите вам завтра на работу. Такая, в его понимании, супероскорбительная фраза. Мы в интернете тоже работаем, это же труд, это же определённая система. Я, вот если эту комнату заполнить, когда начала работать в интернете, вот если её заполнить книжками, вот от пола до потолка, я вот столько прочитала про этот MLM-бизнес, про этот ненавистный сетевой, про вот этих выдающихся людей, миллионеров, которые ими стали. Мне почему-то захотелось заработать на квартиру, раз он тот смог, значит, может, я тоже смогу, я прям попробую. Почему у меня получается работать в интернете? Я тоже себя часто спрашиваю, наверное, потому что, когда я спортом занималась, нас научили не сдаваться? Наверное, потому что всё-таки эти дипломы дают какой-то кругозор, какое-то всё-таки развитие мозгов, ещё что-то, какое-то понимание, да, то есть какая-то совокупность каких-либо данных даёт вот эту результативность. Я очень трудолюбиваю женщину, очень трудолюбиваю. Вот у меня тоже есть ценности, да, которые, мы говорят, вот у вас, какие у вас ценности, ты вот дома сидишь, ничего не делаешь. Начнём с того, что вот моя ценность на данный момент, это дневник моего сына, что у него хорошие оценки. У его мамы есть время на этого ребёнка. Она им с любовью занимается, эта мама. Ну, вот так примерно. вот моя ласточка, гордость моя. Я же с ним занимаюсь, я же его люблю, у меня есть не новое время. Мама не уставшая с работы пришла, как кто, какие-то маты в горле застревают. Ну, в общем, мама, мама ждёт своего ребёнка со школы, мама готова его возить на занятия, там, общаться с ним, слушать его. Ну, старшего у меня два. Есть какие-то ценности? Я вот стихи сочиняю, картины рисую, вяжу, я рукодельница. Когда я вот эти 16 лет работала, я всё время думала, вот я потом буду стихи сочинять, вот я потом буду рисовать, я вязать буду, вот какая-то прекрасная салфетка. Вот сейчас вот этот вышью рисунок, вышью, вот сейчас я вот эту пряжу куплю, положу, я вышью, обязательно вышью. Это всё там мухом зарастало, пылилось, у меня почему-то руки до этого не доходили. Я борщ люблю своему мужу варить, вот моя ценность. Дом свой люблю. Мало того, что я заработала на эту квартиру, я себе ещё поняла, что я могу заработать на другую недвижимость, и вот она будет моя зарплата бюджетника. Я вообще буду с чистой совестью сидеть. Но дело в том, что когда у человека освобождается время, и он начинает думать, и он начинает это время тратить с пользой дело, тогда он начинает, как они эти долларовые миллионеры все говорят, реально быть успешным, и он начинает богатить. Вот тогда. Поэтому, когда у меня сейчас есть время посидеть, подумать, вспомнить, проанализировать, вот сколько семейных пар не отметили десятилетия, потому что семейная лодка разбилась о быт. Это тоже одно из моих величайших достижений, что у нас вчера была такая дата. Я это, слава тебе, Господи, что у меня есть семья. Это ценность. Вот. Было очень трудно, когда не было ничего. Вот такие дела. Это очень было трудно. И когда я сейчас что-то делаю, да, я могу другие видео снимать, я могу рассказывать в системе, что делать надо, как надо. Это все есть в интернете, я же с интернета научилась, самообразованием занялась в этой отрасли, и у меня получилось понять, как это работает. Вот. И это потрясающая, потрясающая деятельность. Я знакома с такими интересными людьми, с единомышленниками. У них такая, у них горизонты, очень необъятные горизонты, у них скорость мысли, они все остроумные, они все амбициозные, они всякие разные, они не сдающиеся, интересные люди, очень интересные люди, люди успешные. К успеху, как выяснилось, приходят люди, обладающие одним качеством, одним единственным качеством. Это качество, там не цель, устремленность, не трудолюбие, нет, нет, это качество, способность принимать решения. Ну, так выявили эти ученые, они там постоянно все выявляют, анализируют, это не я придумала. Так вот, способность принимать решения, это то качество, которое выводит людей вот сюда. Из десяти решений, которые они приняли, у них оказывается семь неправильных. Три правильных решения выводят их на вот этот постоянно качественно лучший уровень их жизни. то есть если вы научитесь, если вы не умеете научитесь, если вы научитесь брать на себя ответственность, принимать эти решения, то тогда вот он ключ к успеху. Я тоже принимала решение уйти с работы, принимала решение положить дипломы на полку, принимала решение потратить какие-то деньги на открытие какого-либо бизнеса. Я постоянно принимаю эти решения. Я на себя беру ответственность за эти решения. И когда у меня провал, когда у меня неудача, она меня только закаляет. Я еще раз говорю, меня это только закаляет. Не сломить, вот что касается вот этой финансового развития, финансовой деятельности, надо просто понять, что это просто обычный день. Пришло сто человек в команду, это просто обычный день. Отвалилась ветка тысяча человек, это просто обычный день и завтра две тысячи зайдут. Это просто обычный день, он работает в системе, и тогда оно даёт результаты. Вот такое я сегодня решила записать видео. Потому что сейчас мы вообще в разных проектах, конечно, работаем, но сейчас мы конкретно развиваем совершенно простой, уже его, ну, так скажем, ну, утро, что ли, оно избито, как, не знаю, вообще просто даже не могу объяснить, это прямо вот уже старо, как мир. Эти подарки, это взаимопомощь, это касса взаимопомощи, это краудфайдинг, это простой проект, где такой доступный вход, там, две с половиной тысячи рублей. И начиная с этой суммы, человек может полностью изменить свою жизнь, может полностью изменить уровень своей жизни, качество своей жизни, эмоции своей жизни. Всё может изменить. Вот такой проект, мы его развиваем. И я, так скажем, сказала, что буду записывать видео, но вот как-то сегодня у меня хочется именно такую занавес приоткрыть. Я хочу, называется, с вами потеплеть. То есть немножко рассказала о себе, о своих результатах, о своих мыслях, поделилась. Вот, потому что я достаточно открытый человек. Если вы захотите со мной познакомиться, я в скайпе работаю, всегда видео включаю. Если вы захотите со мной познакомиться, изучите на канале то, чем я сейчас занимаюсь, и добавляйтесь ко мне в скайпе, будем сотрудничать. Я не знаю, получится у вас или нет. Возьмите на себя право принять это решение и что-то сделать. Буду рада сотрудничать уже с опытными сетевиками, успешными людьми. Если не хотите сотрудничать, давайте просто ознакомиться на будущее, создавать сообщество амбициозных людей. Ну, всё, с вами была Екатерина Зайчкина. Пока. Пока.